Субтитры делал DimaTorzok 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 Пятнадцатая страна на пути А если всего страна, то девятнадцатое Оно в путешествии пятнадцатое В последнем Начинаю гулять по большому парку В городе Белград, самый большой город Тут находится много разных достопримечательностей Главный из них Каменнграды Ага, замок И сейчас иду гулять До свидания Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сколько путешествую не видел таких страшилок... Какое страшное... Дерево оставили... Они вот пообрубали... И вот так вот выглядит... Но... Прям... Из Хоббита Властелин колец... Из фэнтези... Особенно вон то... Ну да уж... Создает некоторую... Такую темную атмосферу... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Посмотрим на культурную жизнь... Белграда... Это центр города... Кого вот слушают... Вот такие концерты дают... Гастролируют... Музыканты... Музыканты приезжают... Ну в общем... На Балканах тоже стартанула коллекция... Далеко какая-то... Бест Марвел называется... Ну в общем это комикс... Где сборник из разных эпох... Ну то есть они не связаны между собой... Просто берете... Ну коллекция вот... Не знаю сколько их... У нас она в России 156... Но это другая коллекция... Тут не знаю что именно... Интересно... Я бы тоже их собрал... Если бы знал язык... Ну... Она только у них... На их языке... То есть на сербском... Ну в балканских странах... Понимают этот язык... То есть издают у них очень круто в Сербии... Комиксы... Лучше чем у нас в России... Больше... Вот такое уютное кафе... Для манго читателей... Вот так берешь... И... Заказываешь кофе... И сидишь читаешь тут... Команго... Вот... вот так выглядит большая церковь святого марка мы еще посмотрим на еще другую самую большую православную церковь в европе она находится здесь в балканах в сербии это пока что сербская небольшая церковь а вы знали что самая большая церковь во всей европе и балканских странах это церковь святого савэй находится это в белграде недалеко от центра но вот такая вот она большая вот даже не вмещается в объектив вот сейчас она закрыта на реконструкцию так внутри очень тоже красиво вот она просто огромная так что это очень значимое место для посещения и она оказалась открыта вот самая большая православная церковь на европейской части мира вот вот так выглядит внутри церковь святого мака христианам православным очень важно сюда прийти вот такая большая сербская площадь очень похожа на площадь которая есть тбилиси в грузии и очень похожа на площадь в питере ну что ж люди этого новый белград я гуляю здесь вот и практикую говорить на сербском и вот так выглядит новый белград здесь ну так современно полностью не туристические ну вот просто здесь местные живут вот такие спальные семейные районы с огромными торговыми центрами но из достопримечательностей у них тут ничего нет кроме одной башенки на набережной смотрим на два белграда это новый это старый город каменный град улица подруга вена привет это илья путешественник передаю тебе привет из белграда это церковь анархангела михаила вот такая красивая это белград город вот желаю тебе тоже посетить этот чудесный город и вообще сербию страну балканы вот так что привет тебе из белграда вот очень гласная достопримечательность такая церковь ее видно со всего города вот эту верхушку старый город белград до встречи в следующей стране лайфхак для моих друзей воскресенье бесплатно национальный музей белграда только вот этот музей национальный он бесплатный по воскресеньям так что я специально ждал воскресенье чтобы пойти и поглядеть национальный музей очень красивый два этажа можно около часа здесь провести вот всем рекомендую в белграде национальный музей сербии найдете на карте он здесь один еще 2 по значимости музей тесла и но он всегда платный ребят вы спрашиваете как я путешествую всю жизнь потому что вот банк взломал зашел шучу шучу это просто музей я его не взламывал он открыт то такой музей красивые а у меня вот есть подруга лена картины на аккумуляторном тебе кстати лент привет вот и тут короче картина тоже красивая очень такие ну не то но все красиво да тут люблю моих подруг друзей надо чем больше тем лучше пообщаться было с кем почаще а то ничего не общаемся сотри в картинке на связи культурный парень илья путешественник и я показываю вам очень-очень арт модерн хаус галере невероятное искусство я прям ну вот это классика уже вот сейчас пойдет авто стопы и сербия еду новый сад и субботица авто стоп сербия из белграда авто стопы вон новый сад еду сад еду субботица авто короче дорога стою с краю вот так останавливаю авто а а а а а а а а а то что а .. а Ну что, вот такие балканские страны Ну, похоже на Европу, должно быть Тем более это в Сербии субботица, она рядом с Венгрией Поэтому здесь застройка архитектуры в целом венгерская Вот, то есть раньше тут территории эти Ну вот, сейчас посмотрим достопримечательности Красивые три церкви А так уже вот сити-центр начинается Субботица Венгрия архитектура Венгрия архитектура Вот так выглядит новый сад Тоже красивый такой На субботицу похож А вот центр такой исторический Новый сад Ну а теперь посмотрим, что внутри собора Девы Марии Снаружи она очень красивая Вот так выглядит Тут можно посидеть Проповедь Вот Большая история Сербской, ну и вообще там Славянской, Балканской войны Вот тут предметы такие Тех воин Вот, в общем, такой исторический музей военный Бесплатный В Новый садом Это третий музей Идете, он третьим будет И он бесплатный Исторический Исторический Конечно, снова хвалим Европу За то, что у нее есть такая архитектура Очень умная Очень красивая И она именно полезная для людей Вот, допустим, тут такой проект Это было построено в 23-м году Вот такой пешеходный мост И он такой идет через реку И потом про ним продолжаешь гулять И идешь, куда тебе надо, домой Это в Праге такой проект Он уже сейчас есть, этот мост В 23-м году И бонусом Я тебе еще показываю Разные другие проекты Архитектурные Вот, билдинг Очень красивая А сватам помало Не покреп, не сутужбе Некопия Платкий живот одрубия Креми Тай ринге шпил у моих голови То место никого Само ти Без тебе Дрвен и конничий Ну вот, такие дворы Как в Питере я был когда-то Вот, ну, похожая Европейская такая застройка Архитектура Вот как в Питере Так и здесь Новый сад Такие дворы Магазины Да, я люблю посещать книжные магазины Здесь бывает много литературы На разных языках Английский Ну, и даже русский Бывает Но Мне нравится что-то полискать Полистать какие-то издания Большие книги посмотреть Ну, и я то, что люблю Стенды с комиксами Тоже их смотрю Я разбираюсь в них Мне интересно узнать Что издают Локально в странах Вот Что читает молодежь Таких книжных очень много У них много брендов То есть не как у нас там Пару разновидностей Тут у них больше десятка И все очень крупные Бывают огромные Бывают на таких улицах Поменьше магазин Так что любите книги Читайте на английском Не завянете В Балканах И Европах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Велосипедные дорожки Вот никто по ней не ходит Практически Только где остановка А так чистая дорожка Ну вот Везде есть велосипедные дорожки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что можно рассказать про Сербию? Хороший народ Дружный Помогают, дружат Вот Ну подсказывают Английский язык хорошо знают Историю тоже хорошо знают И ее уважают и увлекаются В Сербии В Сербии много замков В целом почти в каждом городе я находил какую-то крепость Много музея Много музеев Улиц для прогулок Велосипедные дорожки Везде есть Парки Ну в общем Очень много цивилизаций Очень удобно И не только большие города Или туристические В целом В любом городе Комфортно для жизни Вот И в общем Много иностранцев гуляют по Сербии Ну во многих городах Я вот сейчас был в Белоград Субботица Новый сад И еще возможно В каком-то побываю На примете Ниш И Чачак Вот Ну в общем Везде есть иностранцы Свои какие-то комьюнити Прям на улицах Там китайцы с китайцами Ходят Много там других Ближних европейских стран Здесь Ну Испанцы бывают Вот Из Праги Там Ну в общем Отовсюду И короче Вот Ну больше всех Конечно Наш Страна Вот это Ну вот Короче Из России И Блин Это круто Потому что Последние два года Прям число Увеличилось И Ну Очень легко найти Наше сообщество В группах В чатах Да так На улице Даже встретите Ну короче Можно на английском Вообще не говорить Потому что Все равно Сербы Они Ну Многое поколение Старшее Знает это И Ну или Вот Такой вот Влог Получился Типа Ага Ага Ну и Не забываем Что я Геймер Очень люблю Играть Вот Такой Магазин В Сербии Тоже Очень много Играю Тут Все Xbox PlayStation Nintendo Ну Короче В Европах Очень много Катакомбы В странах И тут тоже есть Катакомба Но она платная Вот А так вот Все Можете гулять Смотреть Я сейчас иду гулять На целый час Туда Вот А если ты хочешь Путешествовать Вместе со мной Быть моим другом Подписывайся Пиши Может пересечемся В каких странах По Европе Там Можно тоже Погонять Йоу Так что Круто А так я Соло Про Типа Ну поняли Соло Путешествую Ну все Меня Знают А вот Кто не знал Я вам Рассказал О себе Если вы Впервые На канале Ну ладно Все Погнали Оп 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 И кстати Я только что Перешел Самую большую В Европе Реку Дунай Она протекает Между всей Европой Вот И раньше В новом саде Здесь были Катакомбы Вот Это Замок Ну К точнее Не замок Это бастион Ну крепость Это не замок Вот И тут Очень много Такой Военной Истории Осталось И Катакомбы И Такой вот Район Промышленный Дальше Уходит То есть Это конец города Можно сказать Новый сад А там Идет Центр города Новый сад За мостом Рекой Дунай Здесь Есть Также Музей Вот Он именно Посвящен Этому месту Он Платный А так Вот Можно погулять Посмотреть Много фотографий Красивых Ну Атмосферное Место То есть Не захоже На туристами И Такое Тихое Ну Я бы назвал Тут и есть Это парк Как бы Но он Не парк Но Вот Для прогулок Вот Я знаю Почему Что они Отстают Ну А Собственно Вход Сюда И Является Такая Небольшая Катарин Комбо Потолок Покрыт Инием И Землей Вот Такое Темное Место Время 30 утра Иду На автобусную Остановку Чтобы Доехать До Автобусной Станыцы И поехать На границу С Боснией Лозница Вот Так Вот Такая Вот Разница Ага Ну Что Доехал Я На автобусе До Границы С Боснией Называется Этот Небольшой Городок Лозница И Здесь Есть Переход А пока У меня Тут Время Завтрака 9 утра Мне Павла И Андрей Мои друзья Из Новосада Передали Такой Завтрак С собой Все готово Скоро Сейчас Пойду Завтрак Всем Приятного Аппетита Еду По дороге В Боснии Перешел Границу С Сербии На Лозница И Сейчас Движусь В сарае Вот Такие Вот Встречаю Кустыри Сухой Лест Так сказать Зима Заканчивается Такой Пейзаж Ну Есть Своя Атмосфера Еду Автостоп Хороший Автостоп В Боснии Очень Хороший Автостоп Я стоял Всего 10 минут Как И уже Второй Раз Я сейчас Подсел И Еду А в Сербии Я стоял По 30 минут Ну То есть В Сербии Плохое Вот Такой Проселок Меня остановили Такие Очень будто В таких Деревнях Маленькие Привет И еду В Сарай И туда Такая Вот Босния Короче Ну В общем Не как В Сербии В Сербии Одни города Большие То есть Трафики Тут Вообще 10 машин За 5 минут Проезжают Только Надо Ждать Будет Сейчас Дальше Ну Прикольно Но Автостоп Очень Хороший Ну Люди Очень Хороший То есть Из 10 Машин Какая-то Остановится Это Щековичи Вот Иду И еду В Сараево Вот И это Вот Щековичи Нужно Еще До Кладань И Потом Уже Сараево Блин Сейчас Провезли Меня на автобусе Попросился Бесплатно Потому что Деньги Еще не успел Поменять Вот Как раз Сначала Сейчас Будет Кладань Поймать А потом Сараево То есть 100 км Всего Но Очень Медленно Вот Ага Ну Такой Вот Ну Это Уже Городок То есть Это Уже Маленький Городок Вот А то Были Совсем Деревни Кладань Кладань Да Да Дети Очень Веселые Дети Прям Очень Они Говорят На Русском И Радуются Когда Меня Видят Тут Тут Редко Иностранцы Появляются В общем Дети Да и Старое Поколение Тоже Хорошее Вот В автобусе Сидели Бабушки В общем Вообще Босния Вот Я не знаю Сколько Я тут Наверное Час Всего Нахожусь Два Но Я Я Я Уже Понял Что Очень Хорошая Страна Босния Ну Как И все Остальные Страны Понятно Хорошие Но Вот Тут Прям Не надо Даже Долго Быть Чтоб Это Все Видеть Люди Помогают В путешествии Туннел Караула Да Туннел 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 Город Сараево Похож На Город Бюрсу Турецкий Здесь В Боснии Этот Город Столица Является Сараево И тут Чем Похоже Очень Длинный Центр Где-то Час Больше Пешком Идти И едет Трамвай Вдоль Всех Вот Посередине Едет Именно Не метро А именно Трамвай Также Есть Автобусы Тоже И вот Такой Длинный Длинный Центр Города Но там В конце Он заканчивается Именно Туристическим Местом Там рядом С горой Все живут Красиво А в ту сторону Больше Местные Живут И По бокам Такие Домашние Районы Домики Также Имеется Аэропорт Тут Вот В общем Сараево Длинный Город Я такие Если честно Не очень Люблю Он Неудобный Долгий Тут Только Ездить Платно Пешком Очень Долго Гулять Поэтому Скорее Все будут Тусоваться У себя Где буду Жить В туристическом Районе А сюда Очень Далеко Блин Я так Рад Доехал Я Ну вот Сколько Это Я ехал За 6 часов Доехал Вот Из границы Там Где Лозница Сербская И Вот До Сараева Причем Я ехал Не по Быстрому Хайвэй А как Оказалось По Вторичной Дороге Которая Потом Сливается С Быстрой Ну Типа Ну Короче На самом Деле Чем Меньше Трафик Тем Лучше Люди Там Едут И Ты В итоге Все равно Стоишь Мало Что На Быстром Потоке Машины Там Кто-то Остановит Так Тут Всего Десять Машин Может Быть Проедут За Десять Минут Кто-нибудь Остановит Вот А так Все Круто Вот У моего Друга Тут В костях Вот Ну В общем В Сараево Сейчас буду Три дня Ну Выходные Потом Посмотрим Куда В Мастар Хочу И Банджууку Попробовать Ну Еще Есть На Вариант Один Город Вот Уже Прям Весна Скоро Весна Но Еще Пока Холодно Включаем Отоплители Гуляю По Боснии Сараево Вот Такое Лошадь С каретой И Большой Парк Верла Босния Называется Он Вот Находится Рядом С горой В Туристической Части Города То есть Не в центре Прогулка Здесь Займет Примерно Полтора Часа В одну Сторону И в обратную И вы Увидите Разную Природу В разное Время Года Тут Парк Парк Время Пр estructural Время Продолжение Время Супер Ну и опять же, если вы парень с девушкой То имеет смысл, конечно, романтично Прокатиться на этих каретках Не так дорого это стоит И по самому парку не придется Идти почти час И прокатитесь заодно Вот Так что будете в Сараево В Боснии и Герцовине Вот, сходите Тут можно даже, наверное Вчетвером на ней прокатиться Но не знаю, по цене будет дешевле или нет Настоящая средневековая карета Еще говорят, что в этом парке бывает туман И такой дождик маленький И будет вообще атмосферно Ну, смотря как повезет Какое время года вы будете гулять Вот, я сейчас гуляю Сейчас, не поверите Первое марта Ну вот Первый день в Десне Ну еще такой классный парк Внутри большого леса здесь и гор Но мы туда внутрь не пошли А так вот можно погулять Спокойно, очень тихое место И везде речушки такие течут Очень красиво Мостики деревянные Классный парк Такого европейского плана А это просто культурный городской парк Где погулять можно с собакой С детьми И территория несколько отелей Не поверите, я в боснийском трамвае В боснии трамвае Прям как у нас Такой настоящий трамвай Он едет через весь город По центру города Примерно час до конечной Я буду сейчас целый час Наслаждаться видами И ехать в трамвае Атмосферненько И причем это столица Столица страны И у них так Интересно У них нет метро Окей, окей, видео Окей, окей, видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше Субтитры сделал DimaTorzok постретил на туристической улице вот сколько марок бамов собрал не знаю еще не разбирался что это но у них стране нету купюр вообще есть там мало очень а так у них пользуется в обиходе монет часок покрутил но я думаю это равно 500 рублей я в среднем всегда не больше 500 обычно может меньше но а а а и и и и Продолжение следует... 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 сейчас я хожу по настоящей крепости здесь просто офигенный вид и вот такая зеленая лужайка здесь недавно рыцари воевали это вы еще не видели и пушкари стреляли а так вот город такой яйца название на а Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ребята, вот я в первый раз и в последний, наверное, держу эти деньги европейские, потому что у меня никогда не было больше, ну, 10 евро, но я в монетах был, а это прям купюры 25. Вот смотри, пятерку на регистрацию на 5 дней в Черногории надо. Это как визовый сбор такой небольшой, хотя она без визы. А двадцатка это на поезд из Подгорицы в Белград, то есть это круто, блин, 20 евро, ну да, это где-то там, сколько там, 2000 рублей, но ты едешь через всю страну на другую часть страны, в столицу, очень удобно и всего за, там, 8 часов в поезде сидячем. Ну вот, все. Так что путешественник без денег рулит, я круче всех, гляньте. Все эти деньги решат все мои вопросы, 6 дней я здесь проживу без денег остальных. А вот эти деньги мне просто нужны на, вот, и остальное я уже все себе обеспечил на 6 дней в Подгорице, в Черногории. Вот, так что поглядите на деньги, хоть раз в жизни увидите их, потому что вы там в России их, наверное, никогда не увидите уже. А я-то тут путешествую, могу иметь много денег. Ну вот, 25, нормально. А теперь из рубрики «Помощь подписчиков». В общем, в Подгорице вот эта улица, вот, здесь она называется на карте по-английски «Турист Подгорица Информейшн Центр», вот. И в этом агентстве вы вот такую бумажку получаете. Здесь нужно в Черногории за каждый день платить 1 евро пребывания. Вам нужно узнать просто имя владельца, где вы живете, и улица. Но эту информацию вы можете взять откуда угодно. Они просто спросят имя владельца, чтобы вбить в компьютер, и адрес. Вот, можно их легко найти. Но где я сейчас живу, я тот и дал. Ничего сложного. И потом с этой бумажкой на выезде из страны они могут ее проверить, и все будет хорошо, если она у вас есть. Они могут ее и не проверить, вот. Но если ее не будет, и вдруг нужна будет, то могут вызвать некоторые проблемы. Вот. Так что делайте эту бумажку, в Подгорице этот центр его найдете. Вот. То же самое, если стоите в хостеле, там тоже спрашивайте адрес и на кого имя сделать. Собачки такие милые на улицах. Не грязные, не как в азиатских странах. Все грязное. И такие милые все. Их кормят. Такие полненькие. Кошечки тоже полненькие. Красивее. Ну, пока. Мало кто знает, но в Подгорице, Черногории очень уважают российское творчество, писателей, поэтов. И тут памятник Пушкина. Гуляю по маленькому парку в Подгорице. Черногория. Двадцать первая страна, посещенная мира. И это общий список. А если брать за непрерывное путешествие, которое началось два года назад, то это лишь семнадцатая страна. Большой красивый мост Миллениум в центре города Подгорица Черногорской. И вот такой он белый, красивый, как парус. Вдоль реки и переходит из старого города туристического в Новый Град. Водопад. Интересно еще одно место. Памятник Владимира Висоцки. В общем, Эра-музей называется, находится в одном из парков небольших. В центре города Подгорицы, вот в Черногории. И все бесплатно. Отлично. Я вот уже прошел много галерей и музей. Вообще все бесплатно. На удивление для Балканов это так. Подгорицы. Смотрите все фото в моем инстаграме Айкас и странично на ВКонтакте Илья Малышев. И подпишись сюда. В общем, это такое футуристическое, то есть это придуманные истории, которые нарисованы. Наполовину реальные события изображены, наполовину дорисованы от лица художника. Я эксперт в мире комиксов, Marvel, DC, аниме. Вот. И поэтому я посещаю очень крутые места в мире. Потому что я эксперт, это мое хобби, Marvel, DC, комиксы. Все люблю, я гик, крутой. Все, пока. Вообще нереально крутой музей-галерея комиксных картин. То есть в мире таких очень мало выставок и художников пока что. Ну, кто рисует комиксы в картинах и вот так офигенно находится в Подгорице, Черногория. Не знаю, навсегда ли, но вот. Ребят, путешествия это все не главное. Самое главное в мире это еда вкусная. Вон, сколько всего таких штучек. Всякие фрукты и вкусности. Готов съесть всю еду мира, но что я и делаю уже два года по всем странам. Все везде съем. Ждите. Пишите письма. А, в Черногории, в общем, на удивление, в Балканах по-другому. Тут они продают комиксы, стараются делать такие супер-абсолюты. Вот он стоит 32 евро. Вот. Ну, они такие толстые, 500 страниц. Ну, примерно как омнибусы. Но это не омнибусы, это такие абсолюты. В Балканских странах, там, Сербия, если вы живете, Черногория, Босния, там есть такая серия. Вот. Она издается на сербском языке, то есть эти три страны, они читают и на этом языке. Это как у нас Ашет коллекция России. И вот она. Тут две серии, тут, я не знаю, по 50 томов. Две серии издаются. The Best серия и просто Marvel. Ну вот. Киска. Кс-кс-кс. Посмотри сюда. Кс-кс. Это какой ковер у нас. Как ковер-то разлежался? Блень. Большой. Изумительная панорама подходит. Подгорица. Очень красиво. Кирпичная крыша. Как и во всех вот этих странах балканских. Но Подгорица находится вокруг гор полностью. Поэтому название, что оно Подгорой. Сейчас гуляем по мусульманской части города Подгорица. То есть половина города христиане православные, как мы, да? А половину мусульманская часть. Но это можно легко понять по постройкам. Белый дом и коричневая кирпичная кладь, крыша. С панорамой я вам показывал. Сразу понять можно, что тут мусульмане. И люди с бородой ходят. И по одежде. И мечети тут есть. Будете в Подгорице, обязательно съездите на древние руины. Они, конечно, не такие впечатляющие, как в других странах. Но все равно это единственное сохранившееся место, где были самые первые здания. И цивилизация начиналась тут, строилась Подгорица. Передаю привет от самой большой христианской церкви в Черногории, в Подгорице. Вот такая прекрасная каменная церковь, старинная. И передаю привет от Ильи-путешественника. Черногория. Я просто ненавижу эту песню. Ты поэтому выбрала ее? Да, потому что это просто песня Глебаного манипулятора. Ты такой типа, я тебя пока еще люблю. Давай потрапись, как ведь. Потерялась собака, ходит тут по улице, где я живу рядом сейчас. И ищет хозяева, ну то есть с ободком, нормальная собака. Но видно, что недавно потерялась. Ну может, конечно, ее что, оставили? Бедняжка. В общем, ходит и дошла со мной до двери. Ну в общем, ищет. Нюхала, пыталась нас найти, наверное, где она, дом ее или где хозяин. Мне очень непонятно. Очень жалко. Ну. Ну в общем, все, наверное, уже больше по Балканам видео не будет. Но может еще 2-3 что-то после. Потому что я сейчас завтра в поезде возвращаюсь в Белград на 6 дней. Там я просто живу обычной там жизнью. Ничего интересного в Белграде уже был, показывал. Так что, в общем, итог. Балканы интересно. Вот немножко. Ну, цены нормальные, Балканы. То есть как Россия. Это не Европа. В Европе уже дороже, то есть дорого. Ну, Балканы, понятно, дороже, чем Азия. Вот. Ну, в общем, так. Сейчас страна нормальная, люди добрые. Очень хорошо относятся. Ну, такие страны вокруг России, все такие. Ну, в целом, к вам могут и в любой стране относиться нормально. Поэтому просто хорошие страны, да. Тут еще все сами видели. Ну, прикольно. Впереди будет новая страна, как всегда. Ну, и там еще много новых. Ну, а ты пока подпишись, позови друзья, ставь лайк, комментарий. Смотри мои сторисы ежедневные в Инстаграм. И каждый месяц после стран я выкладываю альбом ВКонтакте. Фотки. В общем, видео тут, да. Пока. С вами был Илья Айкас. Илья Малышев, путешественник. Я там.